Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы первые, кого я лично, наверное, поздравляю Вообще, праздник Курбан-Байрам О нем мы, кстати, работаем в прямом эфире Поэтому все вопросы, дорогие телезрители, которые у вас возникают Отправляйте на номер WhatsApp, который видите на своих экранах И мы будем их здесь в прямом эфире по возможности зачитывать Мухаммад Таджик, Курбан-Байрам Уже наступил Поговорим, наверное, для тех, кто еще не знает Что это за день Что вообще сегодня в мире происходит Связанное с этим днем И что это за вообще День для мусульман Что за дата Конечно, сегодня Я тоже пользуюсь случаем Поздравляю всех наших телезрителей Кто нас слышит, видят С этим замечательным праздником От всей души Искренне поздравляю Это день, когда жертвоприятие становится благом для имущих и неимущих Это день, когда раздается много садака Освящаются родственники могилы предков Совершается много благих деяний Это поистине день, в котором объединяются Связываются родственные узы И связываются общины Поздравлением, распространением салама И вообще самый великий праздник в исламе Самый великий Самый великий Даже чем Ураза Байрам Даже чем Ураза Байрам Ну, почему так происходит, что На практике Ураза Байрам у нас отмечается гораздо пирше Почему это у нас Вот так сложилось Веками, годами Ну, наверное, определенные обычаи А даты Именно в Дагестане Поскольку другие страны Арабские страны Когда видят, как Вы сами заметили Празднуется Ураза Байрам Они тоже самым удивленно говорят Почему так У них наоборот Наоборот У них празднуется Курбан Байрам Поскольку это великий праздник в ислам Мы тоже, наверное, к этому придем Миша Аллах К этому уже Некоторые Онах Дагестану И такая тенденция уже намечается И мы тоже должны будем В исламе Воспитывать своих детей К тому, чтобы в этот день Все было более красочнее Более празднованно Как-то вот Делалось Ну, завтра у нас уже люди проснутся Уже начнется вот это Вот эти обряды Все то, что сопутствует этому празднику Как человек проснулся? Как ему вообще настроить себя на этот день? В чем ему усердствовать? И как он должен этот день провести? Учитывая Нахождение самим собой Учитывая Встречу с другими людьми И так далее Как он должен этот день провести? Учитывая Тому, что этот день Является самым великим днем То любое хорошее деяние Соответственно Будет воздаяние увеличено От Всевышнего Аллаха И праздничный день Конечно Желательно Полное ритуальное купание Провести С утреннего азана Встать и так, и так Что мусульмане Встают на этот утренний намаз Потом С восходом солнца Пойти на праздничный намаз Ид-намаз Это один из великих намазов Самых воздаваемых Из суннат намазов Коллективных намазов Даже если у человека Не получилось Пойти в мечеть На коллективный намаз То хотя бы дома Индивидуально Два раката суннат Праздничного Курбан Ид-байрама Ради Аллаха Он имеет право совершить Хотя бы так совершить Это очень важно Настоятельная сунна Посланника Аллаха Салли Аллаху али-васаляма Поэтому Пойти в мечеть В коллективное это совершить Это гораздо Точно так же Как и фарз-намаз Воздаётся в коллективном намазе То же самое И здесь тоже И дальше у нас Идёт уже Непосредственно Самое воздаваемое Самое любимое Деяние Всевышнего Аллаха От раба И является Закалывание Жертвенного животного После этого намаза Вот это действие Является Самым лучшим действием Что может Раб себе позволить В этот день И выбор этого Жертвенного животного Конечно Смотря на его состояние На какое На какое животное Он имеет возможность Это уже по мере возможности Его состояния Ну какое животное выбрать Мы чуть позже поговорим А что касается Каких-то Чтения Каких-то молитв Усердствований На протяжении этого дня Как мы уже заметили Заходом солнца День Арафа То есть сегодня День Арафа Закончился И уже Заходом солнца Нам После каждого Фарз намаза Мусульманам Желательно И По дорогах На дорогах Коллективных После В мечетях Разницы нету Дому После коллективного Намаза Читать Такфир После Салама Аллаху Аквар Аллаху Аквар Аллаху Аквар Этот порядок Будет продолжаться В мечетях Это читается Это очень желательно И Очень То что мы Упускаем На сегодняшний день На сегодняшний день Надо к этому прийти И Чтобы мы Везде читали Будем стараться Утром Совершаем Праздничный Намаз Конкретно О нем поговорим Во сколько Он начнется В столице Допустим Махачкале И вообще Если вы обладаете Такой информацией По Дагестану В каких Будет ли это Одно время В каждой мечети Города Либо каждый Будет по-своему Как это будет Во сколько Людям идти в мечеть И Как Все имамы города Основные о том Что Начало Праздничного намаза В мечетях Будет Семь часов Ровно То есть Начинается Чтение Таквира Начало Сбор На праздничный намаз Во всех Мечетях Праздничного намаза В семь часов Каждая мечети Города Начинается В общем говоря Праздничная молитва С такбиров Вообще В этот день В день Арафа Мы знаем Насколько Ценин пост И сегодня Тоже многие Постились В дни Курбан-Байрама Поститься можно? Однозначно Сказано Что День Курбан-Байрам День Ураза-Байрам То есть Эти оба праздника Поститься Харам Запрещено Категорически Невозмешаемые Ни другие Ни желательные Сколько бы Человек Хотел Эти оба праздника Аллаху Запретил И даже Он попадает в грех За то что Он постился И даже У него намерение Тоже автоматически Нарушается И еще Три дня После Дня Курбана Аяму Ташлик Тоже Запрещенные Дни Для поста В году То есть Получается Пять дней В году Запрещено Поститься Понятно Ну у нас Вопросы От телезрителей Тоже Поступают Вот Спрашивают За Несовершеннолетнего Можно ли Приносить жертву Предпочтение Дается Совершеннолетнему Мусульманину Заколоть За него Жертвенное Животное А уже Если Нету Всеми Совершеннолетних За которых Уже Закалывали А Тоже Можно За Несовершеннолетних Тоже Можно Закалывать Жертвенное Животное А вот Спрашивают Еще За Умершего Если Завершение Есть То Остается Сунной И Если Завершение Даже Если Не было Все равно Дозволяется Принести В жертву За Умершего Тоже Можно Считается Хорошо Ну Подробнее Поговорим О том Кому Кому Можно Резать За Кого Можно Резать Чуть Позже Наверное Сейчас Поговорим Об условиях Жертвоприношения Вообще Чем Должен Человек Обладать Какие Условия Должны Быть Чтобы Он Должным Образом Принес Жертву В первую Очередь У него Должно Быть Чистые Намерения Что Этот День Никакое Другое Деяние Ради Наслышки Ради Чтобы Люди Говорили Ради Показух Это Все Не делается Это Искренний Подход В первую Очередь Во-вторых У него Должна Быть Возможность Чтобы За свои Средства Купить Себе Жертвенное Животное Далее Чтобы Если Сам Человек Закалывает Чтобы Он Тоже Был Знающим Или Если Сам Не знает Другого Может Пономочить Тоже И Желательным Является Чтобы За Того Кого Закалывается На имя Того Человека Чтобы Он Присутствовал В Закалывании Поскольку Пророк А.С. А.С. Присутствуй Возле Своего Жертвенного Животного При Закалывании Это Сумно Не обязательно Далее О Самих Качествах Закалываемого Животного Тоже Многие Спрашивают У нас Это Тоже Имеет Место То есть Не Любой Баран Не Любая Овца И Корова Может Подойти И Должны Быть Какие Условия Тоже Для Нех Есть Условия И Возраст Если Крупно Рогатый Скот То Например Сам Если Крупно Рогатый Скот То Два Года Телка Двух Лет И Коза Двух Годовалая А Если Верблюд То Пять Лет Должно Пять Минимум Должно Минимум А Если Овца То Получается Один Год Если Годовалого Нету И Чем Отказаться Из-за Того Что Нету Годовалого Можно И Закалывать Шестимесячного При условии Что У него Поменялись Передние Молочные Зубы По Ханафима Забу Дозволяется Даже Если Зубы Не Поменялись Минимум Шесть месяцев Есть И он Мясистый Такой Возраст С С Малых Лет Он Отличается Особой Мясистостью Другие Качества Которые Не Не Допускают Это Животное К Закалыванию С Лепота Отсутствие Одного Глаза Уже Недопустимо То есть Какие-то Внешние Недостатки Днем Видит Но Ночью Не Видит Уже Такой Нельзя Закалывать Беременные Тоже Недопустимо Чтобы Закалывали Потом Ухо Сломано Нога Поломана Одну Треть До Одну Треть Уха Порезано Допускается Тоже Самое Хвоста Тоже И Это Все Облегчения Которые У нас В Мазхабах Есть И Чтобы Она Была С Рогами Тоже Приветствуется Белого Цвета Приветствуется Потом Все Самые Самые Важные Качества Это Мясистость Чтобы Она Была Вес Мяса Самая Важная Ну Чтобы Не Кости Раздавать Людям Нуждающих Слишком Худая Недопустима Слишком Храная Недопустима Чтобы Она Отставала Отстаток Корму И Потом Вот эти Условия По Поломанным Рогам Можно Отсутствие Большинства Зубов Уже Недопустимо Вот Такие Качества То есть Чтобы Были Все Признаки Здорового Животного А вообще Курбан Байрам В чем Смысл Этого Дня В чем Какой Посыл От Всевышнего Заключен Вот в этом Дне Для людей Если Посмотреть В основу Истории Этого Дня То есть Закалывание Животного Животного Курбан Байрам Ведь Мы Последователи Тех или иных Людей Например Пророков Посланников Здесь Важно Остается Тому Чтобы Мы Последовали Той сунни Которая Дошла До пророка Мухаммада От Ибраима Алейсаляма Когда Ибраим Алейсалям Был готов Принести Своего Собственного Сына И еще Пророка Исмаэля Он Сын И еще Посланник Из Великих Посланников Поэтому Это Аллаху Таала Сохранил В качестве Праздника Из-за того Что это Великое Дело Для отца И сына Ибраима Исмаэля Алейхим Ты взялся Дал себе Обет И Аллах Таала Тебе Напоминает О мой Раб О мой Посланник Ибраим Вот такое Ты говорил И давай Выполняй Свой обет Он идет На это Сегодня Отец И сын Это невозможно Сложно Представить Чтобы какой-то Отец Осмелился Своего сына Это Уровень Имана Верой И пророка Конечно С нашим Иманом Сравнивать Конечно Тоже Неправильно Будет Но это Да Это история Поэтому Аллах Таала И сделал Это Самым Великим Праздником Наш пророк Мухаммад Сам Закалывал Животные И это Чтил И уважал И такой Хадис Тоже Есть Вы Уважайте Цените Ваши Закалываемые Животные Поистине Они Для вас Будут Верховым Животным Как средством По мосту Сирату Такой Хадис Тоже Есть Поэтому Пускай Человек Выбирает Для себя Транспорт И достойнее Чтобы он был Что касается Какой-то Социальной Пользы Она заключена В празднике Курбан-Байрана Да На самом деле Как я Чуть-чуть Отошел С канонического Момента Вот этого Ответа На самом деле Как День Курбана Он Великий праздник Почему Потому что Аллах Таала На состоятельных Людей Сунад Муаккад На состоятельный Сунад Сделал Закалывать Животные А по Ханафима Забу Обязательно Составателям Человеку Этим Идет поддержка Неимущим Людям Есть у нас Семьи Которые Целый год Даже один-два Раза Которые Не могут Себе позволить Мясо В В Поэтому Поэтому Исходя Из этого Момента Это Идет Взаимоподдержка Взаимовыручка Сострятельных Людей Чтобы Сострятельный Человек Вошел В состояние Неимущего Человека Хотя бы До Всевышнего Не доходит Ни кровь Ни мясо Не шерсть Животного До Всевышнего Доходит Ваша Багобязненность И Вот здесь Тоже Другая Мудрость Это заключается В том Что Если Человек Он Состоятельный Но Скупость Не позволяет Ему Помочь Бедным Закалывать Животное Вот Ему Тоже Выйти От Этого Порока Скупости Чтобы Он Переборол Свой Навс И Солюдал Сумну Посланника Аллаха И Ибраим Алейсалям И Исмаил Когда сын Но все это Пока человек Не осознает Он Важность И нужность Этого Великого Сунната В Исламе Человек Конечно На это не пойдет Говоря о Состоятельных Людях Сколько Животных Принести В жертву Вот такой Простой вопрос По нашему Мазабу В семье Если Одно Животное Принесется В жертву Это достаточно Для всех Но если Есть возможность А почему Не за каждого Заколоть Тоже Остается В силе И это Лучше Всего Когда За каждого Члена Семьи Отдельное Животное Закалывается Но для этого Другой Вухад Тоже Тоже Есть Если Семь Человек В семье То За Всех Семерых Можно Одного Крупного Рогатого Скота Двухгодовалого Крупного Рогатого Скота Можно Принести В жертву Не поскупиться И воспользоваться Шансом Семь Отдельных Овец Более Воздаваем Чем Одно Крупного Рогатого Хорошо Напоминаю Что мы Работаем В эфире Дорогие Друзья Отправляйте Вопросы К нам На номер Ватсапа Который Видите На своем Экране И мы Будем Зачитывать Кстати Вопросы Уже Поступили Я думаю Некоторые Из них Можно Озвучить Можно ли Одного Барана Резать За всю Семью Мы Это Только Что сказали Что Да Можно Но Если Есть Возможность За каждого Члена Семьи Тоже Можно По отдельности За Одного Животное Можно Узнать Какой Курбан Считается Обязательным А какой Желательным Да Это Хороший Момент У меня В мыслях Была Вот Эта Идея Озвучить Этот Вопрос Если Человек Дал Себе Обет Что Он В этом Году То Обещание Обязательным То Это Станется Обязательным Или Показал На Жертвенное Животное Вот Это Мой Курбан Он Сказал Но Не Сказал Суннат Нежелательный Не Сказал Просто Показал Указал На Животное На Овцу И Сказал Вот Это Мой Курбан И Не Сказал Суннат Тогда Это Обязательное Станется Именно Это Животное Но Не Не другое. Не другое? Не другое. Именно это животное становится. Если оно не стало или потерялось, то подобное и не ниже уровня цены того, который он дал обед. То есть это, допустим, пастух выходит к своему стаду, видит одного жирного барана и говорит, мошал, а какой баран? Вот это будет мой курбан, да? И все. Именно этот баран с этого момента становится для него обязательным. Обязательным. И все мясо, все надо раздавать. Все. Шкуру, головную ножку, все должно уйти из его имущества. Если баран услышал и уже он живет с пониманием, что ему... Главное, что в наше время... Да, мы тоже говорим, что, иншаллах, я тоже буду курбан взять. У нас суннат бывает. Ага. Суннат надо сказать. Желательно курбан. Ага. Если ты, показав на животное, не сказал суннат курбан, то это уже обязательно будет. Обязательно. Понятно. Вот такой вопрос. Посоветуйте, как наилучшим образом провести этот праздник в кругу семьи. Раздавать ли садака, принимать ли... Принимается ли дуа в этот день, как и в другие почтенные дни? И как красиво рассказать иноверцам, что это вовсе не праздник пролития крови? Вот такой вопрос. Ну, частично мы озвучили. Да. Ответ тоже. И я здесь добавлю, поскольку вопрос идет как-то более обширно, если человек хочет услышать. После того, как мы отнесли мясо, обязательный кусок, да, там, одну пятую, одну четвертую часть желательного курбана, желательно, чтобы мы охватили и иноверцев тоже, соседей. Из истории посланника Аллаха есть такой хадис, когда посланник Аллаха после того, как он отдал, после обязательной доли, да, вот кусок мяса бедным, несколько раз, говорит, повторил, отнесли ли кусок мяса тому соседу еврею. Несколько раз посланник Аллаха. То есть он не разделял именно мусульман? Нет, он сосед. Ага. И после того, как ты отдал обязательную часть, это уже твоя сумма, ты можешь и себя оставить. В качестве подарка можешь и иноверцу отдать. Связывая родственные узы с тем, кто ты, вот, не общаешься, в ссоре, помириться. Даже состоятельный сосед все равно ему отнести можно, потому что это подарок в качестве связывания соседских уз, скажем так. Внимание, можно сказать. Внимание. Главное, не подарок, а внимание, как так сказано. Да. Вот такие моменты нужно соблюсти, и чтобы с утра поздравляли отец с сыном, пускай руку пожарят. У нас такое обычно тоже идет, что отец с сыном, брат с братом не здороваются. Да, бывает. Неправильно. Поэтому все это попросить друг друга прощения, поздравлять, улыбка на лице в этот день, щедрость, даже вот погладить по голове ятиму, сироте, эти все моменты, которые мы упускаем, его очень огромное воздаяние за все это, вот он обещает. Да. Ну, действительно, как мы и говорили уже, что мудрость в том, что это не просто закалывание животных, а помощь неимущим. Если человек это понимает, то он уже воспринимает это совсем по-другому, а не как просто закалывание животных. Так, еще один вопрос, задам с вашего позволения. Курбан, зарезанное мясо, говорят, топором рубить нельзя. Правда ли это? Это относительно Акику, наверное, но не Курбану. В отличие от Акика, здесь другая сторона тоже есть. Акика желательно, чтобы сварить дома и дома угощать гостей. Дома сварить, в вареном виде дома угощать. Это Акика. То есть не раздается мясо, а именно все. А Курбану, наоборот, в сером виде отдавать. Не дома, а отдавать. Это предпочтение дается Курбану. А Курбан рубить можно, там запреты, даже нежелательности в этом нет. Топором можно. Конечно. А как по-другому? Хорошо. И вот такой вот еще вопрос. Обязательно ли за беременных резать? Нет, не обязательно. Тоже много спрашивают. Этот обычай как-то тоже берет свое. Это вот в исламе нет. Еще человек не родился, не пришел в этот мир. За него даже нежелательно. А если за беременную мать закалывали животное, зачем тогда заново, за другого, который не закалывали, можно намерение сделать. Поэтому, если за беременную мать или женщину не закалывали прежде, тогда, конечно, это в силе останется. Из-за беременности, чтобы она имела такой вот нет. Такого нет. Как раз такой же вопрос еще поступил второй. За нерожденного ребенка. Ну вот, если есть желание зарезать. Мы выяснили, что это необязательно. При желании можно. Ну, да? Насколько я понял. За неродившего ребенка? Да. Нет. Почему? Не обязательно. Даже нежелательно. Даже желательности нет? Нет. Но можно? Или не нужно? Лучше другого живого, совершеннолетнего. Если нет совершеннолетних, тогда несовершеннолетнего за детей предпочтение дается живому человеку. А если, опять же, состоятельный человек, который за всех зарезал и остался неродным? Тогда за другого живого соседа, родственника, другого местного папира. То есть, пока человек не родился, лучше оставить? Конечно. Ага. Понятно. Так. Хорошо. Ну, что касается жертвенных животных, когда мы приходим, допустим, в те же загоны, о которых мы поговорим, которые есть в районе Киргу и в районе ипподрома, ну, или где бы человек не выбирал жертвенное животное, торговаться можно? Можно. Но не приветствуется. Не приветствуется. Не приветствуется. Не приветствуется. В этом случае? В этом случае, поскольку каждая копейка имеет свое место. Чем дорого ты покупаешь, тем больше тебе воздаяние. Ага. Даже так. Зачем уменьшать тебе воздаяние, когда у тебя есть возможность? То есть, если хозяин овец видит, что человек чуть-чуть еле собирает деньги, там 5 тысяч рублей, 6 тысяч рублей, там 6500, 5500, видит, что на стяжке он дает, это уступило ему. А если человек состоятельный и он по своему уровню, да, вот, как в дентильности не скажу, правление там, это не высокомерие, но это человечность. Это мужество, когда перебороть свою скупость. Я вот так щедро, 6-7 тысяч рублей сказал, хозяин жертвенного животного, а от тебя я за этот праздник еще 5 рублей добавлю. Замечательно. А вот, что касается, опять же, покупки жертвенного животного, потому что, вот, много поступает вопросов, обязательно ли тут, обязательно ли за этого, за ребенка, кто-то думает, еще не рожденного, обязательно. И люди из-за этого могут, там, в какое-то не самое приятное положение попасть, там, могут в долги залезть, да. Им, там, нужны были деньги на что-то конкретное, да, в данный отрезок жизни. Но они, там, залезут в долги на жертвенное животное. Вот оценка своих возможностей и своего стремления покорности Всевышнему. Вот, где вот эта грань и вот эти весы, вот, чтобы человек определил для себя, какие у него возможности и какое у него желание совершить обряд жертвоприношения и сделать вот это богоугодное дело. Как он для себя должен понять, что, да, в этом году я принесу Курбан? Вот, как человеку определиться? Как мы уже сказали, это уровень его имана, уровень его стремления в выполнении этого, этой важной суммы в исламе. В Куране есть такой аят. Ответом я хочу сказать. «Ла юкаллифу Аллаху нафсан и ла вусхага». И не обязывает Всевышний Аллах на человека то, что он не может, не в силе осилить. То же самое, человек не может, не имеет финансовые средства поехать в хадж, он не обязан. То есть обязанность снимается? Не снимается. Но, видя наше сегодняшнее состояние людей, вот, ради чего мы идем, вот, делаем долги? Ага. Смотрите, например, на свадьбу, там, на ремонт автомобиля. Свадьба этого святой. Это тоже суннат. Да. Это тоже суннат. Жениться – суннат. Выходить замуж – суннат. Резать Курбан – суннат. Вот же грань. Да. Почему там? Мы не спрашиваем никого, можно ли лезть в долги. Ага. Почему-то здесь спрашиваем. А уровень один. Угу. Если не выше. Ну, здесь рублей 7 тысяч, 6 тысяч, да? А там 70 и 700 и более. Да. Вот. Ответ, как говорится, максимально понятен. Вот такие еще вопросы к нам поступают. Насчет волос и ногтей. Мы знаем, что нужно не стричь ногти. В какой срок нельзя стричь ногти? Во время Курбана Байрама – это харам или больше нежелательно? Да. Это больше нежелательно. Именно тому, кто с первых 10 дней на Зульхиджи намерился на жертвенное животное закалывать. Курбан. Вот ему нежелательно карат до закалывания животного. До закалывания животного. До закалывания животного. После закалывания уже проблем нету. Это уже, получается, он как дверь открыл для личной гигиены. Понятно. Ну, вообще хотелось поговорить о том, какая атмосфера будет цариться в городе. Когда не было… В прошлые годы, я помню, на улицах очень много было обрядов жертвоприношения. Люди на улицах могли барашков, как говорится, отправлять на тот свет. И много крови было. Сейчас гораздо меньше это наблюдается с учетом того, что появились вот эти районы, где все это делается. Вот если человек сам хочет дома принести жертвенное животное, как наилучшим образом он должен это сделать? Чтобы, вот учитывая, что вокруг него живут люди, есть соседи, есть прохожие, которые тоже ходят по тротуару рядом с его домом. Как наилучшим образом принести дома жертву? И даже вот сказано, что над действием, желательных действиях, чтобы не показывать даже нож живому жертвенному животному. Не показывать, точить отдельно от глаза животного. И перед другим живым животным тоже, чтобы не закалывали. Это адапт этика. А почему мы сегодня не ценим прохожего мусульманина, любого человека? Желательно, чтобы эти человеческие глаза не видели закалывание того животного. Почему даже сказано другое животное, любое животное, чтобы не видело, как закалываться другое животное. А почему мы эту, эту, эту как человек не соблюдаем? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Вот все сравнения. Поэтому, ислам и как религиозность, как человек мусульманин, это нам достаточно. Даже если не мусульманин, что он человек тоже достаточно нам, чтобы уважать его как великое творение создателя, как человек. Поэтому очень желательно, крайне желательно, чтобы дома, в закрытом месте, и чтобы даже кровь зарить сперва какую-то ямочку маленькую, туда кровь, чтобы пошла. Сверху потом закрыть ее. Или же в тазик собрать кровь. Потом ее как-то отнести в другое место. Вот эти адапы этика. Потом наточить нож. Это резание горла. Когда проведение ножа, лезвие. Максимально за малые действия. То есть, если есть возможность, одним разом это сделать? Лучше всего. Когда вы закалываете самым лучшим образом. Когда вы убиваете что-то насекомое, тоже одним ударом. Вредоносащие бывает насекомое. То же самое здесь. И даже валить животное на землю очень мягко, вежливо. И сперва даже сделать не на камнях, не на острых местах. Чтобы место было мягкое. Условия создать. Условия. Даже вот так. Это же в дань уважения этому, твоему же верховому животному. По-масту-сират, как мы сказали в хадисе. Все это должно быть учтено. И чуть-чуть нам говорят, это хорошие обычаи должны быть соблюдены. Чуть-чуть дать ей глотка воды перед закалом. Тоже вот знающие люди Алими так говорят. Это тоже, как если логически посмотреть, тоже хорошо. Ну, хотя Всевышний Аллах, наверное, не дает чувство боли этому животному. Это его милость Аллаха, что это даже вот настолько Аллаху Таала возвечил человека, что такое же живое творение приносится в жертву, так закалывается ради другого живого творения как человека. Это уже как Аллаху Таала распределил, да, среди своих творений. Ну, в общем, оказать максимальное уважение и мягкость, и в любой ситуации оставаться человеком, как говорится, а не опускаться до уровня живодера. Вот такой вот вопрос. Если не хочет мусульманин принимать это садака, барашку, мясо, поскольку не считает себя столь бедным, это высокомерие отказаться? Можно сказать, да. Поскольку отказаться садака нежелательно. А подарок отказывать даже и нельзя, можно сказать. Поскольку это может быть не садака, а подарок. Ну вот, о чем мы говорили. Подарок. Сказано в хадисе. Вы дарите друг другу подарки, вы друг друга полюбите. Если соседи, то увеличатся соседские узы, любовь, взаимопонимание. Ну вот, оттуда начинается улучшение общества к лучшему. Да, да. Ну, кто как понимает, опять же. Ас-саму алейкум, сколько раз можно резать курбан с одного человека? Каждый год тоже допустимо. Ага. Но за тех, кто еще не закалывали, предпочтение им дается. Ага. А если в один год за одного человека два? Это? Допустимо. Допустимо. Ага. От масла ведь каждый не портит. Хорошее сравнение. Так, сейчас еще один вопрос, и мы уже перейдем непосредственно к загонам. Ас-саму алейкум, вот говорят об адабе при закалывании. Мы хотели присутствовать по сунне. Как нам лучше поступить в данном случае? Хотели присутствовать при закалывании по сунне. Просто смотреть или как-то помочь. Где-то ножку подержать. Где-то, если рогатый рог подержать. Чтобы максимально облегчить резчику, резать правильно вот это горло животного. Ага. Хорошо. Сейчас поговорим, у нас немного времени осталось, поговорим, наверное, уже о тех загонах, которые у нас уже начали функционировать в районе Киргу и в районе Ипподрома. Насколько я знаю, это совместный проект Мафтеат Республики Дагестан и администрации города Махачкалы. Что сейчас происходит там? Как идет подготовка, как вообще обстановка? Можно сказать, оргкомитет по Курбану 2017 со стороны Мафтеата и службы, городские службы, администрации города. Можно сказать, неделю-две, 20 дней работают для подготовки этих обеих площадок. Для максимально комфортного закалывания животного, чтобы люди пришли туда, вот могли себе выбрать машину, чтобы могли заехать туда. И волонтеры работают, и резчики, отделщики, потом место, где мы солим шкуры, место, где головоножка собирается, отдельные отходы, куда захоронить, например, что не употребляется в пищу. Чтобы максимально солюсти этот праздник по праздничному, по Курбану. И эти две площадки, на самом деле, я уверен, могу сказать, последние 2-3 года, совместно с администрацией города Махачкала, Мафтеат Республики Дагестан, уже на тротуарах, вокруг мечетей порядок, чистота, нет никакой крови, нет никакого запаха, антисанитарии уже не видно даже, потому что это, когда совместная работа делается, религиозных, духовных лидеров и, скажем, сегодня глав городов и республик, получается вот такая тенденция, что общество улучшается. Вот эти обе площадки, которые люди работают, волонтеры, каждый день по 100 человек работают, чтобы люди с максимальным комфортом пришли закалывать, купить, забрать, порезать. И человек может просто прийти туда, вот кусок мяса, который он от своего животного для барраката домой берет, там же на месте есть место приема мяса для медресей. Там есть, у нас будет вариться мясо, там уже повара работают, отдельный шатер для питания, кухня, там все условия, чтобы праздничная атмосфера, чтобы эти площадки, как пускай туда люди придут, там оформление там флажками, там баннерами, там транспорантами. Кто может прийти? Мужчина обязательно? Или может пожилая женщина прийти, ничего не зная, без никаких знаний, и может все это сделать? Мы, например, все это делаем именно для таких одиночек. Женщина одна, нету никого дома. Вот именно, чтобы она пришла, вот они наша цель. А мужчины, пускай они сила, воля могут там, сюда пойти, порезать себе, но как раз таки мы хотим всем, чтобы и состоятельным, и другим. Вот просто может человек отдать деньги, уполномочить, и за то, на то имя, которое он нам даст, ему на список ведется, информационный центр, вопрос-ответы, там ветеринарные службы, может быть, животное, оно непригодное для курбана закалывания, но он для мяса корень. Можно его оставить, чтобы не на курон, а на мясо порезать. Поэтому такие моменты есть. Аль-Хамдул-Лях, что нашим руководителям и обеих сторон, и светской власти, и религиозных наших лидеров, что Аллаху Тааллах такую мысль дал и вышли на эти две площадки. И, иншаллах, мы, по воле Аллаха, есть намерение и в администрации города, тоже мы сегодня на совещании говорили, увеличение таких площадок, чтобы максимально люди без пробок, без трудностей могли добраться и могли быстро вернуться домой, осуществить самый великий праздник в исламе Курбана. Это замечательно, действительно, это очень упрощает вообще обряд жертвоприношения для многих людей, и, я думаю, Баркала от горожан, наверное, тоже скажем тем, кто посодействовал в создании этих площадок. У нас осталось совсем немного времени, последние вопросы мы дочитаем, наверное, и уже будем потихоньку закругляться. Ассаламу алейкум, с праздником Курбан Байрам поздравляю всех мусульман, желаю, чтобы все хорошие деньги принял и добра в каждый дом. Вопрос, есть ли поручили резать Курбан, например, фонды Инсан, нужно ли находиться там, где его режут? Ну, поскольку поднамачивание уже дает право поднамоченному лицу закалывать и распоряжаться тем мясом, что он поднамочил, тогда нужды не будет. А, нужды нет? Нужды нет, потому что поднамоченный лицо все за него делает. А если он скажет, нет, я хочу поприсутствовать, соблюдать сумму поставника, дай его праву, пожалуйста, и мы еще рады будем. Ассаламу можно ли резать Курбан за умерших и доходит ли до них, но это мы отвечали, насколько я знаю. Как любое желательное действие в исламе, как чтение Курана, как садака, который мы даем, то же самое Курбан, то же до него дойдет, инша Аллах по воле Всевышнего. Ага. Вот такой вот вопрос. О нежелательности смотреть на процесс. Я же женщина, я думала, согласно Суне, просто присутствовать, но не глядя на процесс. Получается, мне не надо присутствовать? Здесь надо отделить оба момента. Присутствие не означает, чтобы она видела пролитие крови. Пускай не видит она, но присутствует, пускай присутствует. При самом процессе? Да, конечно. Понятно. Можно ли козла порезать? Двухгадовалого. Двухгадовалый козел? Двухгадовалого, да. Ага. Все. У нас вопросы на сегодня закончились. Баркалам Хамхаджи, за то, что вы к нам сегодня пришли. Еще раз поздравляю вас с праздником. Будем надеяться, что вот эти условия, которые сегодня созданы, они максимально облегчат обряд жертвоприношения нашим людям и все пройдет наилучшим образом. Друзья, еще раз поздравляю всех с праздником. Завтра уже начинается Курбан-Байрам. Уже четыре дня, насколько я знаю, будет это продолжаться. Территория Киргу. А там будут направления, куда проехать? Уже транспаранты, фашки все висят там уже. В общем, никто не заблудится. Район Киргу и район ипподром по дороге по старой трассе в город Каспийск. Пожалуйста, приходите без каких-либо знаний. Вам там все подскажут, все за вас сделают. Баркалам Хамхаджи еще раз. Это был Час Ислама на телеканале ННТ. Увидимся. Ассаламу алейкум. Доброй ночи. Субтитры создавал DimaTorzok